Несколько десятков черных буев в море – границы морского огорода. Под водой 24,5 тысячи коллекторов собирают половые продукты или спад гребешка. Вообще гребешок, как он нерестится? Сначала при температуре от 12 градусов, где-то так, он начинает выпускать из себя половые продукты. Они в течение месяца пересекаются, а потом они осаживаются. Соединившись, икринки гребешка оседают на мембране в мешке и начинают упорно расти. Всего за год достигают 3 сантиметров в диаметре. Чтобы процесс оплодотворения был более результативным, рядом фермеры размещают садки уже со зрелыми гребешками – мужскими и женскими. И вместе с ветеринарами регулярно следят за их здоровьем. Это половая особь мужская. Вот у нас ганада белая. Гребешок вот этот, видите, он еще… Я вижу, что ганада еще плотная. То есть вот этот гребешок еще не начал нереститься даже. В заливе Анива для выращивания гидробионтов – прекрасные условия. В 2020 году предприятие «Аквакультуры Союз» поставило первые коллекторы. Тогда за сезон удалось собрать более 10 миллионов особей, которые потом отправили на доращивание в садки. Это следующий этап. Рентабельного размера гребешок достигает в 2-3 года. Вот видите, да, вот прямо сразу видно вот это стрессовое кольцо. Вот. Это отличие гребешка, который просто вырос в природе, и тот, который мы его вырастили и посадили в садок. Морской огород для гидробионтов расположился на участке более 2000 гектаров на глубинах от 10 до 25 метров. При выращивании морепродуктов учитываются течение и экосистема. Например, главный враг гребешка – звезда, а морская капуста, наоборот, создает в море благоприятную атмосферу. Здесь же у фермеров еще и устричный огород. Попросили поставлять устрицу и в Москву, и в Сочи, и в Новосибирск, и в Новгород. Ну, в общем, честно говоря, желающих приобрести было много. Она нерестится при температуре 18 градусов, да, все. И не везде у нас на Сахалине есть такая температура. Для этого нужно, чтобы прогрелась вода и была возможность пронереститься. С другой стороны, устрица любит распреснение. За последние два года выпустили более 60 миллионов особей. Часть из них в садки. Это и однолетки, и двухлетки. Первый урожай будут собирать уже в этом году. Мы понимаем, что это продукция очень здоровая, полезная, невредная. И понятно, что с ростом благосостояния у жителей нашей страны будет расти потребность в морепродуктах. В планах предприятия расширяться. Создать собственный завод, где будут выращивать молоть для других хозяйств аквакультуры, которые появятся в регионе. А пока на берегу залива Анива в селе Муравьево фермеры открыли небольшое кафе, где предлагают попробовать свежие морепродукты прямо из моря. Екатерина Федорова, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ.